Изначально идея прикрыть трагедию в селе Дом носитцевым платком чиновничьих обещаний была не очень умной. Эта катастрофа могла и еще может случиться в любом населенном пункте Забайкалья. Стая озверевших псов и даже не диких, а прикормленных одной любительницей животных разорвала маленькую девочку. Когда местные жители узнали о случившейся беде, они немедленно собрали стихийный сельский сход. На нем присутствовал губернатор региона, который с дрожью в голосе попытался переложить свою вину на несовершенное федеральное законодательство. Люди были в ярости, и тогда работники администрации попытались, что называется, замазать им глаза, обязались провести освещение на улицах, пустить школьный автобус, отловить бродячих собак. Но как только понемногу народный гнев начал стихать, стали забываться и обещания власти мощных. Понадобилось несколько рейдов корреспондентов телеканал ЗАП-ТВ, чтобы взбодрить чиновников и вынудить их держать свое слово. Кое-чего удалось добиться, собак действительно понемногу отлавливали, пустили два школьных автобуса, кое-где поставили фонари и даже чаще стали вывозить мусор. Но с началом учебного года местные жители сообщили, что блага цивилизации, обещанные в обмен на людское спокойствие, понемногу начали отменять. Информационным поводом для очередной поездки нашей съемочной группы в Домну послужила жалоба одной из жительниц села, которая утверждала, что, во-первых, один школьный автобус отменили, и они вынуждены сопровождать ребенка в школу на перекладных. А во-вторых, в поселке начали массово выпускать собак. Все бы ничего, но собаки чипированные и одновременно беременные. Для чего они тогда отлавливают животных, если бюджетные средства выделяются именно на их стерилизацию? За уточнением информации мы подъехали к местной школе. Вот автобус ходит, он ходит не совсем даже полный. Я даже сама туда вчера садилась, в пятницу с ребенком мы садились и ехали. То есть поспокойнее стало, но все равно опасно ходить. Вот я хожу на дачу сбитый с баллончиком, но потому что, а как еще? Вот сейчас начнется зима, помойки не убирают. Вот что касается помоек, где они разводятся, там, да, там очень много собак. О том, что собаки есть, мы убедились здесь же. Во дворе школы вот эта черная псина, у которой, по всей видимости, неподалеку щенки. С автобусами вопрос еще проще. Да, еще весной после очередного приезда нашей съемочной группы здесь действительно пустили. Два автобуса, один возил ребят из гарнизона, второй из самого поселка. Сейчас остался транспорт только для детей военных. Как нам пояснили родители и работники школы, второго автобуса пока нет. Скорее всего, скоро запустят. Но директор школы с нами по этому вопросу разговаривать отказался. Не смогли мы ничего добиться и в сельской администрации. Глава отсутствовала, впрочем, как всегда. За полгода работы, редкий раз ее можно было застать на рабочем месте. Она вечно в разъездах, возможно, решает важные деревенские вопросы. В прошлый раз она убеждала нас, что ничего не знала о женщине, которая была в итоге осуждена за ненадлежащее содержание своих собак, которые, по версии следствия, загрызли ребенка. Но, учитывая жалобы жителей на невывоз мусора, обилие собак и редкий чистокол фонарей, как-то слабо у нее все получается. Изначально сложно поверить в эту новость, хотя, учитывая накал страстей, возможно, все. Началось все с предложений жителей, которые рассказывали журналистам, что после трагедии военные вышли с оружием и перестреляли стаю животных. Возможно, и сейчас, когда власть расписалась в бессилии, когда бродячие собаки вернулись, наверняка у кого-то могла появиться мысль взять в руки оружие. Давно мусора не вывозят? Да? Давно мусора. Ну, у нас на мебели... Когда вы газете? Вот вы сюда проезжаете мимо же, вы все равно видите, там целые помойки. И эти собаки эти ездят. Собаки просто доставим. Их гоняешь. И дети там же мимо ходят. Помои. Просто все на поток поставили, опять все. Сделали какую-то работу, отчитались, все хорошо. Ничего хорошего нет. Через месяц уже опять все вернулись на другие свои, эти собаки. Так же, которых приехали, отловили. И буквально уже через 10 дней поехали, выкопили и обратно на улицу привезли. А, нет. Вот и все. Никаких мер принято, вот реально не было. Жизнь идет своим чередом. Политики готовятся к выборам, чиновники делают красивые отчеты. А простые забайкальцы ходят по разбитым дорогам, мимо свалок, помоек, где роются голодные псы. Но так ведь нельзя, потому что страшно жить так.